Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Анны Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Детский сад среди дач. Рязанские дачники выступают против платного дошкольного учреждения рядом со своими участками. День привлечения внимания к железнодорожным переездам. В прошлом году в Рязани в результате ДТП на железной дороге погибло два человека. Тропа Паустовского. В Солодче теперь можно пройти по любимым местам писателя. И разбойное нападение на магазины в Старожиловском районе. В Рязани проблем с предоставлением мест в детских дошкольных учреждениях с каждым годом становится все меньше. Однако порой этот вопрос решается неоднозначно. Появление платных детских садиков устраивает родителей. Но не всегда тех, кто находится в непосредственной близости от дошкольных учреждений. Один из детских садиков расположился на территории садоводческого товарищества «Металлург-2», которое находится за торговым комплексом НИТИ. У рязанских дачников и без того хватало проблем, связанных с нехваткой урожая из-за похолоданий. Теперь к этим неприятностям добавились новые проблемы. Раньше на месте детского садика и площадки, которую теперь реконструируют под игровую зону, располагался обычный дачный дом. И соседи, которые сейчас полны возмущения, могли наслаждаться тишиной, спокойствием, пением птиц на своих участках. По мнению собственников, которые считают себя пострадавшими, одним новым детским садиком дело тут не ограничится. Якобы детский сад, а тут и гостиница, и всего. И вот потом парковку хотят вот тут делать. Не ребенка так не вывезти, ничего опять. Трасса будет. По 25 машин бывает сразу приезжает. 25. Владельцы участков возмущены, ведь, по их мнению, данное учреждение построено незаконно. Это незаконно построили вот это здание. Незаконно, потому что здесь дачный участок. Незаконно. Кто им подписал, мы с ним не разбирались. Дети, конечно, они и нужны. Но дело-то не в таких местах их сажают сюда. Дети – цветы жизни, и отдых на природе для них немаловажен. Однако, если это не приносит неудобства тем людям, которым, в свою очередь, необходимо спокойствие. Вероятно, строить детский сад на территории дачного кооператива – не лучшая идея. К сожалению, главный вопрос остался без ответа. Действительно ли данный детский сад построен по закону? И имеет ли право собственник этой территории использовать землю садоводческого товарищества? А пока дачникам остается лишь наблюдать за тем, что происходит вокруг, и решать вопросы о возведении высоких заборов, которые смогут отгородить их личное пространство от глаз заезжих гостей. Утром 2 июня на трассе М-5 произошла авария с участием двух автобусов. В Коломенском районе Московской области столкнулись рейсовый автобус Рязань-Домодедово и автобус Испаново, который, по предварительной информации, вез школьников. Около 6 утра на трассе М-5 в районе поселка Радужный в рейсовый МАН Рязань-Домодедово врезался автобус со школьниками Испанинской средней школы. Детей везли на соревнования школы безопасности. Всего в аварии пострадали 14 человек, в том числе 8 детей. Пятеро из пострадавших были госпитализированы. В группе подслушанно у водителей в Рязани появилось видео последствий происшествия, которое выложил один из пользователей. Девушка также дала свой комментарий к видео газете про город. Моя подруга ехала с мужем в аэропорт на первом автобусе. Говорят, водитель притормаживал, чтобы пропустить котенка. Причем не резко тормозил, делал это постепенно. А второй автобус в него въехал. Все уверены, что в ДТП и погода сыграла свою роль. Был проливной дождь, дорога была мокрая. В результате столкновения моя подруга с мужем получили небольшие ушибы. Она говорит, что они больше испугались, так как дремали в дороге. После аварии они поймали попутку до аэропорта. Много машин тормозило. К проверке обстоятельств ДТП с участием автобуса из Рязани подключился Следственный комитет Российской Федерации по Московской области. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить основания осуществления трансферы детей и соответствие правил их перевозки установленным законом норма. 2 июня не совсем обычный день. Во многих странах празднуется день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Так, в прошлом году в Рязанском регионе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, где 10 человек пострадали и еще двое погибли. Привлечь внимание к этой проблеме решили и сотрудники госавтоинспекции. Подробности далее. Предупреждающие знаки и плакаты. Они лишний раз напоминают, что железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Последствия автомобильных аварий на таких участках – это большое количество повреждений и травм. После такого машины восстановлению не подлежат. И поэтому в этот особенный день сотрудниками госавтоинспекции проводится такая акция. Инициатором выступили РЖД. Дело в том, что на железнодорожных переездах, к сожалению, до сих пор происходят дорожно-транспортные происшествия. Например, в этом году на железнодорожных переездах было зарегистрировано два ДТП, в которых два человека пострадало. Такая акция проводится впервые. В первую очередь ее цель – это привлечение внимания общественности к подобной проблеме. На территории Рязани есть несколько регулируемых железнодорожных переездов, каждый из которых может нести определенную опасность. Хотим просто водителям напомнить о том, что есть правила, которые необходимо соблюдать, и что это их жизнь в первую очередь, и их безопасность. Согласно действующему законодательству, штраф за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал составляет одну тысячу рублей, а также лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Если нарушение повторится, то водителю придется перемещаться целый год на общественном транспорте. Для предотвращения таких ситуаций и проводится эта акция. Чтобы привлечь внимание к железнодорожным переездам, водителям сегодня раздаются вот такие памятки. Получаем вам небольшую памятку. Будьте внимательны и аккуратны на железнодорожных переездах. Спасибо. Всего доброго. Еще пожелания лучше на нерегулируемых это организуйте. Я согласен с вами. Водителям важно помнить главные правила движения по железнодорожному переезду. Он обязан руководствоваться требованием дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду. Также важно убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Поэтому лучше лишний раз подумать, прежде чем ехать на пролом. И дело не только в страшном штрафе. Рязанская область вошла в десятку самых штрафоопасных для автомобилистов. Рейтинг составили аналитики портала штрафы ГИБДД, которые проанализировали статистические данные за прошлый год. Лидером стала республика Татарстан. Там на каждого жителя по статистике приходится в среднем почти полтора штрафа от ГИБДД в год. Рязанский регион расположился на пятом месте. Исходя из среднестатистического значения, на каждого жителя приходится чуть более одного штрафа в год. Новый поворот и мотор ревет. Автомобиль мчится, не сбавляя скорости. Вспышка фотоаппарата и теперь шоферу летит так называемое письмо счастья. Казалось бы, если Рязань занимает пятое место в рейтинге штрафоопасных регионов, то нарушать ПДД здесь должен каждый второй. Но на самом деле дела обстоят иначе. У вас есть какие-нибудь штрафы за нарушение правил дорожного движения? Много их? Один. Есть, конечно, а у кого их нет? Ну, не много было. У вас есть штрафы за нарушение правил дорожного движения? Нет. Ну, по-моему, господин. Нет. Можно смело заявить, что наличие автомобиля еще не говорит о том, что его владелец хоть раз нарушил правила дорожного движения. Само собой, есть и злостные нарушители, у которых количество штрафных квитанций превышает все мыслимые пределы. По словам самих исследователей, которые составили рейтинг, такие показатели могут появиться и по самой обычной причине. Например, большой транзитный трафик. Или крупный автопарк, который сформировался благодаря более высокому уровню жизни. Но автолюбители выдвигают и свои предположения. Там, где я получила штраф, там пешеходный переход расположен очень неудобно. Во-первых, у нас дороги плохие, нарушать негде. Ездить по таким дорогам, ну, хотелось бы нарушить, но дороги настолько плохие, что на них даже нарушать сложно. Скорее всего, с дорогой. По словам все тех же исследователей, низкие показатели можно объяснить общей высокой культурой вождения, прекрасной пропагандистской работы ГИБДД, климатическими и географическими условиями, увеличенным использованием предупреждений сотрудниками полиции. Так, на нижней строчке рейтинга попала Чукотка, Чечня и Астрахань. В них приходится две десятых штрафа на одного человека в год. Нельзя сказать, что в нашем городе работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий не ведется. Скорее всего, все зависит от состояния дороги или от вежливости самих водителей. А может быть, есть и другие причины. Полицейские в Сторожиловском районе обезвредили группу лиц, совершавшую дерзкие нападения на сельские магазины. Благодаря отваге женщины-продавца одного из магазинов и помощи неравнодушных граждан, сотрудники полиции на месте преступления застигли вооруженного ножом мужчину, который пытался похитить кассу с деньгами. Выяснилось, что днем ранее задержанный вместе с сообщником совершил аналогичный разбой в другом селе того же района. В межмуниципальный отдел МВД России Кораблинский по телефону сообщили, что на магазин села Гулынки напал мужчина с ножом. На момент звонка злоумышленник все еще находился внутри магазина. Данная информация была немедленно передана всем находившимся на маршруте патруля. Через несколько минут на место происшествия прибыл ближайший экипаж ДПС, а затем дополнительные силы полиции. Оказалось, что продавец и жители соседних домов, удерживая дверь, не дают скрыться из магазина неизвестному. Сотрудники полиции задержали мужчину, изъяли у него нож и похищены из кассы полторы тысячи рублей. Нападавшим оказался 32-летний житель Рязанского района. Ранее он отбывал наказание за хулиганство. К тому же мужчина находился в розыске полиции города Москвы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Одновременно с этим событием полицейские после недолгого преследования остановили автомобиль Ford Focus, который пытался скрыться с места происшествия. За рулем находился 22-летний родственник задержанного, ранее судимый за хранение наркотиков. Продавец магазина описала картину произошедшего. Дает мне 100 рублей, я беру 100 рублей, отворачиваюсь, естественно, подать сигареты. В это время он запрыгивает, ну так скажем, рывком запрыгивает, хватает кассу. Я, соответственно, в нее же он вырвал кассу, где лежат деньги, так скажем. Я с другой стороны цепляюсь за эту кассу. Вот. Он выхватывает нож. Тогда продавец выбежала из магазина, закрыла дверь и стала звать на помощь. Вместе с подоспевшими жителями соседних домов и прохожим ей удалось заблокировать злоумышленника до приезда полиции. Как оказалось, это уже не первое нападение. Сутки назад он совершил аналогичное преступление в село Чернобаево, Строжиловска района, в таком же магазине, принадлежащем райпо. Характерно, чтобы магазина не были оборудованы сигнализацией и системой видеонаблюдения. Полицейские предъявили персоналу магазинов Чернобаева задержанного и продавцы уверенно опознали в нем нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенной группой лиц по предварительному сговору. Теперь злоумышленникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование. Идея введения уроков английского языка в дошкольных учреждениях Рязани возникла два года назад. Инициаторами выступили администрации города совместно с Рязанским государственным университетом. Первым детским садиком, в который внедрили такую программу, стал 130-й детский сад. Как развивается ситуация теперь, расскажет Валерий Седов. Как и на обычном уроке, занятие начинается с приветствия. Само собой, на английском языке. Good morning, boys and girls. Good morning, Наталья Николаевна. Педагоги заинтересовались идеей о введении уроков английского языка для дошкольников еще в 90-е. Сейчас же дети рассказывают стихотворения на английском языке, поют песни и говорят о хобби и домашних животных. Если говорить о современном уже этапе развития образования, о том, как все на нем происходило, то можно сказать, что три года назад в 11 детских садах города Рязани 233 ребенка изучали английский язык на занятиях. В 16-17 годах английский преподают в 19 детских садах. Изучают язык около 350 детей. Учитывая возраст дошкольников, занятия для них проходят в игровой форме. Дети изучают распространенные слова, песни, поговорки, стихи, а также знакомятся с культурой другой страны. В зависимости от возраста, время и продолжительность занятий соответствуют санитарным нормам и правилам. Для старшей группы они могут продолжаться до получаса, для младшей, само собой, меньше. Занятия проходят два раза в неделю. Что касаемо методической составляющей этого вопроса, то занятия могут начинаться даже с трех лет. Занятия организуются педагогами по специальной методике, либо по авторской программе, либо по тем методическим пособиям, которые рекомендованы для использования. Говорить о том, что такие занятия сильно влияют на последующее изучение языка, нельзя. Прежде всего, они нацелены на развитие ребенка в разных культурных сферах. Но тот факт, что дети 5-6 лет уже владеют двумя языками, способен приятно удивить. И наверняка эти знания в последующем хорошо повлияют на ребенка. На этой неделе 125 лет со дня рождения Константина Паустовского отмечали в литературном мире. Писатель, известный своими рассказами о природе, тесно связан с Рязанской землей. Почти 20 лет он вдохновлялся видами старицы и сосновых лесов в поселке Солодча. По мнению его коллеги Михаила Пришвина, своим творчеством Паустовский совершил непоправимое. Открыл райский, никому тогда неизвестный уголок природы, широкому кругу людей. В Солодче, между тем, действует туристический маршрут тропа Паустовского, ведущий по любимым местам писателя. Тропа Паустовского у нас начинается от старого дуба. Писатели рано утром просыпались, рано это где-то в 2 или 3 часа ночи, просыпались, брали удочки, переходили дорогу и отправлялись на реку Солодч. Река Солодча, иногда на озеро Монастырское, дальше всех река Старица или озеро Селянское. Реки раньше были здесь очень полноводные, было много рыбы. И писатели уходили на несколько часов рыбачить. В те годы Солодча была глухой деревней, нетронутой цивилизацией. И Паустовский мог наслаждаться первозданной природой, лесом, лугами, рекой, озерами. Тем более, что ему очень нравилось рыбачить. В своих письмах он признавался, что переживет, если кто-то назовет его плохим писателем. А вот если скажут, что он плохой рыболов, такого он не простит. Здесь Солодчий Паустовский написал около 50 произведений. И прототипами литературных героев с новейс, конечно же, солодчинские животные и жители, которые часто также сопровождали писателей в их походах. А Солодчий Паустовский узнал случайно от родственников первой жены, что была родом из Рязани. Когда он узнал, что в поселке расположен дом известного гравера Ивана Пожалостина, где проживали тогда его дочери, писатель решил, что должен побыть там. Он полюбил этот маленький уютный уголок. И сюда он приезжал уже на протяжении 20 лет. Приезжал ранней весной, уезжал глубоко осенью. И Солодч стал своей второй родиной. Здесь, в этих стенах, рождались рассказы рассказом. Вдохновленный красотой и людьми, Константин Георгиевич много работал. Надо сказать, что плодотворное время в Солодче проходило и для его друзей, которые навещали Паустовского. Рувим Исаач Фрейрман, знаменитый тоже писатель, написал здесь свой знаменитый рассказ. Это «Дикая собака Тинка» или «Повесть о первой любви». Аркадий Петрович Гайдар закончил здесь судьбу барабанщика, задумал Тимурову команду и написал свой знаменитый рассказ, детский рассказ. Это «Чук и гек». В саду дома «Пожалуйста» на по сей день растет яблоня, посаженная гайдаром. 26 октября, день, когда писатель погиб на фронте, ежегодно в музее отмечают день его памяти. Константина Паустовского вспоминают чаще. Экскурсии по тропе имени писателя пользуются особенной популярностью. Существует два маршрута. Один длится около часа и затрагивает реку Солодчу, Монастырское озеро и озеро Селянка. Второй предназначен для выносливых, подготовленных людей. Пешком идти придется порядка шести часов. Кроме того, в музее «Пожалуйста» до сих пор хранятся личные вещи Паустовского в его кабинете на втором этаже, где из-под пера выходили рассказы и повести. К юбилею Константина Георгиевича в выставочном зале музея-усадьбы открылась выставка и иллюстрация к его произведениям, написанным именно здесь, в Мещерских лесах. В следующем году пять студентов Инженерно-экономического факультета Рязанского государственного радиотехнического университета получат стипендию. Договор об этом подписали представители ВУЗа и Ситибанка. Подробности в следующем материале. Экономическая безопасность, государственное муниципальное управление, бизнес-информатика. Рязанский государственный радиотехнический университет славится не только инженерами и программистами. Высокий уровень подготовки специалистов Инженерно-экономического факультета успели оценить сотни работодателей. Радиотехнический университет – это один из лучших ВУЗов Рязани, поэтому, естественно, уровень подготовки студентов, которые к нам приходят, выпускников этого ВУЗа, которые к нам приходят на работу, он очень высокий, мы это замечаем. И это, конечно, одна из основных причин, почему мы развиваем наше сотрудничество. 1 июня представители Ситибанка и Рязанского государственного радиотехнического университета подписали договор. Теперь пять студентов очной формы обучения смогут получить стипендии от банка. Желающих ждет конкурсный отбор. Им предстоит написать эсэ на экономическую тематику и принимать активное участие в научной жизни ВУЗа. Однако теория – это половина дела. Чтобы стать по-настоящему востребованным специалистом, студенты уже сейчас осваивают не только профессиональные знания, но и умения. Это формируется как раз за счет профессионального коллектива преподавателей, взаимодействия с работодателем, очень плотного взаимодействия с работодателем, начиная с первого курса обучения. Это прохождение практик и организация различных мероприятий, и профориентационная какая-то работа, организация ярмарок, вакансий. В 2016 году Европейская научно-промышленная палата опубликовала международный рейтинг высших учебных заведений. Рязанский государственный радиотехнический университет вошел в топ-100 лучших ВУЗов. Отбор проводился среди более 2000 претендентов из разных стран мира. Приятным бонусом для молодых людей является то, что РГРТО – единственный в Рязани в УЗ, имеющий военную кафедру. Она охватывает все специальности. Инженерные и технические специальности у нас охвачены и учебно-военным центром, и военной кафедрой, где готовятся офицеры для запаса. А вот инженерно-экономический факультет, студенты, которые на него поступили, имеют возможность пройти подготовку военную по программе «Солдат запаса» и тем самым не ходить в армию после окончания ВУЗа. Нередко уже со студенческой скамьи молодых людей и девушек приглашают на работу. Ведь на протяжении четырех лет с ними работают квалифицированные преподаватели радиоуниверситета. Они регулярно повышают уровень своего мастерства, что позволяет готовить действительно востребованных специалистов, идущих в ногу со временем. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Не теряйте надежду на теплое лето и удачных вам выходных. До встречи! Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok